Кому не понравился визит госсекретаря США в Астану? Что он пообещал Казахстану? Черные списки Шенгена, переименование областей и скандал с Сериком Сапиевым. Привет, это Айран, обзор за неделю. Меня зовут Адель Оразалинова. Подпишитесь на канал, а я расскажу, что это было. Главным политическим событием этой недели стал визит в Казахстан госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкина. Глава Госдепа прилетел в Астану под покровом ночи. Первым делом направился в наше министерство иностранных дел, где провел переговоры с Мухтаром Тлеуберде. Блинкин заверил, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Казахстана. За это его поблагодарил уже президент Касым Жомарт Тукаев во время личной встречи. Говорил Блинкин о поддержке нашей независимости в контексте агрессии России против Украины. И эти заявления явно не понравились Кремлю. Российские пропагандистские СМИ даже подсчитали, за время визита в Казахстан Блинкин больше 10 раз обвинил Россию в агрессии. Ну а еще госсекретарь поблагодарил нашу страну за то, что мы приютили бежавших от мобилизации россиян и помогаем Украине. Мы аплодируем Казахстану за то, что продолжает принимать более 200 тысяч российских граждан, которые бежали из своей страны. Из-за предоставления одежды, медикаментов и другой гуманитарной помощи Украине, включая установку юрт несокрушимости в Киеве, Буче, где украинцы могут найти тепло и передохнуть от войны. Казахстанский министр Тлеуберде пожаловался американскому коллеге, что санкции Вашингтона сильно бьют по Астане. И госсекретарь пообещал в качестве компенсации выделить странам Центральной Азии 25 миллионов долларов, чтобы они могли снизить свою зависимость от России. Уже на пресс-конференции американский журналист спросил нашего министра, чувствует ли Казахстан, кроме зависимости экономической, угрозу безопасности от северного соседа. Мухтар Тлеуберде заявил, что ничего подобного Астана не ощущает. «Это не значит, что мы ощущаем какие-либо угрозы или риски со стороны России. Казахстан является членом ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или находятся в этом регионе. Мы рассматриваем взаимоотношения с Россией как союзнические, которые функционируют в рамках этих многосторонних структур». После Тлеуберде добавил, что Казахстан при этом продолжает проводить многовекторную внешнюю политику. Блинкин пробыл в Астане всего сутки, успел встретиться с министрами иностранных дел стран Центральной Азии, президентом Токаевым, сходил в музей искусств, где ребята в национальных костюмах сыграли ему на домбре и кобызе. И, видимо, так проникся, что напоследок даже написал в Твиттере на казахском языке. В Министерстве иностранных дел объяснили, почему Казахстан не голосует по украинским резолюциям в ООН. Последний раз это произошло накануне годовщины войны. 23 февраля в Генассамблеи рассматривали документ, призывающий Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украины. За проголосовала 141 страна, против высказались 7 государств, друзей Путина, а 32 воздержались, в том числе и Казахстан. Так вот, в МИДе заявили, что подобные резолюции, цитата, «не способствуют взаимопониманию сторон, а только усугубляют кризис». То есть Казахстан не верит, что документ сможет остановить войну? При этом официальная Астана подчеркивает, что готова содействовать любым переговорам и настаивает на решении военного конфликта исключительно мирным путем. Пришлось объясняться на этой неделе МИДу из-за отношения с Евросоюзом. СМИ стали тиражировать новость о том, что Казахстан якобы попал в черный список Шенгена. В него входят 40 стран, среди них Афганистан, Эфиопия, Ирак, Сирия, Сомали и теперь Казахстан. Мол, гражданам этих государств сложнее получить визу в Европу. В частности, увеличиваются сроки рассмотрения. Наши министерства иностранных дел заявили, что в какой-то список мы действительно попали, но он вовсе не черный. В рабочем порядке нам сообщили, что с 1 марта Казахстан действительно будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы. Подобные консультации могут занимать до 7 дней. При этом стандартный срок общего рассмотрения визовых анкет остается таким же, как и раньше – до 15 дней. То есть на практике каких-либо изменений в процедуре рассмотрения виз для наших граждан мы не ожидаем. Правдивость публикации проверил и сайт ФактЧекКЗ. Коллеги подтвердили, что Казахстан действительно попал в перечень стран для обязательных консультаций, но не черный список. А черный тоже существует, туда вносят преступников независимо от гражданства. Новый поворот в расследовании атак на журналистов. В МВД заявили, что поймали того, кто координировал нападение на сотрудников СМИ. Чтобы вычислить преступника, создали целую группу оперативников, привлекли даже сотрудников КНБ. Главным злодеем оказался квалифицированный хакер-иностранец. Правда, какой страны у него паспорт в полиции не сообщили. По данным следствия, хакер Токарев управлял преступной группой, которая совершила больше 30 провокаций против известных журналистов. В полиции назвали Вадима Борейко, Гульнару Башкенову и Гульжан Ергалиеву. А ранее заявляли, что задержали сразу 18 человек, и все они были исполнителями. Поджигали автомобили, нападали на офисы, присылали в редакции странные посылки и устраивали атаки на сайты. В МВД даже выяснили мотив всех этих преступлений. Оказывается, банда хакера Токарева хотела подставить президента Токаева. Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента Республики Казахстан и проводимых им демократических реформ. В Казахстане снова заговорили о переименовании регионов. Сменить название хотят сразу у четырех областей. Причем идею озвучил не какой-нибудь депутат, а целый Аким области Улы-Тау. Берег Абдугали Улы говорит, что нужно последовать примеру новых регионов, которые получили название в честь священных казахских земель Улы-Тау и Житесу и Великого Абая. Так вот, Аким предлагает по такому же принципу переименовать еще четыре региона. Западно-Казахстанскую область назвать Ахжаик, Северо-Казахстанскую переименовать в Казалжар, Восточно-Казахстанскую в Алтай, а Плодарской области присвоить название Баянаул. Аким уверен, это вдохновит местных жителей. Эту новость заметили российские СМИ, которые, конечно, углядели в предложении Акима способ избавиться от русских названий. Не так давно в правительстве сообщали, что до 2025 года в Казахстане планируют переименовать 3000 идеологически устаревших названий городов и улиц. Но входит ли в этот список, например, многочисленные проспекты, названные в честь бывшего президента, чиновники не уточнили. Конфликт с участием олимпийского чемпиона Серика Сапиева обсуждают в сети. Казахстанец после игры в баттербол, это такая смесь баскетбола и вольной борьбы, едва не подрался со своим соперником из другой команды, Зелимханом Мусяхановым. Мужчины устроили потасовку прямо в октагоне, их бросились разнимать напарники по команде и судей, правда, это не сильно получилось. Выяснение отношений между спортсменами продолжалось и в раздевалке. Сапиеву не понравился жесткий прием Мусяханова и то, как борец ему ответил на замечание. Добром ко мне с негативом. Из-за этого получилось так, что опять ответил негативно и получилась такая ситуация. И все. Но больше всего возмутило комментаторов в интернете, что обидчик Сапиева Мусяханов даже не знал, кого пытался побить. Ну, я вот сделал бросок, все по правилам, потом вот этот парень, не знаю, как его зовут, меня ударил снизу, пару раз ударил, и потом я ему тоже ответил. И вот из-за этого конфликт начался. Это Серик, это олимпийский вообще боксер. Честно, не знаю, я только первый раз услышал от нас. Правда, после молодой казахстанский спортсмен вместе с тренером записал извинения и признал, что нарушил правила игры. Уважаемые казахстанцы, я примешу свои извинения за поступок, который совершил. Я нарушил правила и был неправ. Потом не смог сдержать свои эмоции в игре. Серик Сапиев является гордостью нашего народа. Простите меня за мой необдуманный поступок, который я совершил на эмоциях. Больше такого не повторится. Всем ассаламу аликум. В казахстанской бойцовской лиге Найза заявили, что после инцидента Сапиевым планируют ужесточить правила вплоть до отчисления игроков из команды за подобные нарушения. Пассажиры устроили скандал в столичном аэропорту. Люди должны были вылететь лоукостером в Шимкент, но рейс задержали на 10 часов, а потом и вовсе отменили. Недовольные начали кричать, требовать подать им самолет, стали кидаться с кулаками на сотрудников авиакомпании и кидаться в них сумками, бутылками с водой и пластиковыми предметами. Самую крикливую пассажирку рейса «Астана Шимкент» пришлось успокаивать полиции. На женщину составили сразу два протокола – за хулиганство и побои. В авиакомпании «Флайеры Стан» отмену рейса объяснили метеоусловиями, но в Комитете гражданской авиации пообещали провести проверку. А лоукостер теперь может нести скандальную пассажирку в черный список и вообще больше не допускать на свои рейсы. Закон об этом приняли еще в прошлом году. Ну а в самом Шимкенте, куда должны были улететь люди, в это время скандалили у магазина одежды и за распродажи там устроили давку мужчины. На коротком ролике видно, как молодые парни, пытаясь попасть в магазин, разбили витрину. И это не первый случай. В ноябре такая же давка произошла у бутика спортивной одежды. Владельца, устроившего распродажу, тогда оштрафовали. В Алматы устроили вечер памяти известного музыканта, который погиб в Таиланде. Несколько сотен человек собралось на Арбате, чтобы спеть песни Дархана Джуз. Молодые люди организовали импровизированный мемориал любимому артисту прямо на тротуаре. Зажгли свечи, принесли цветы и играли на гитаре. Дархан Джин Узбеков трагически погиб во время ДТП на острове Пхукет, где он отдыхал. Известно, что парень разбился на мопеде, который взял в аренду. Ему был всего 31 год. Поклонники его творчества начали собирать деньги, чтобы привести тело на родину. Но расходы взяла на себя авиакомпания Эйрастана. Прощание с певцом устроили и в Астане. Там фанаты собрались на местном Арбате. Власти организовали сцену, где они тоже пели песни Дархана. Ноу-хау от правительства для граждан. Фотография из автоцона Уральска стала мемом. На снимке, который опубликовал телеграм-канал Кумаж, висящий под потолком ноутбук, который показывает электронную очередь. Гаджет висит на цепях, видимо, для надежности, и связан проводами с задней стенкой телевизора. Необычное изобретение сотрудников уральского цона стало поводом для ироничных комментариев и шуток в интернете. Ну а в самом правительстве для граждан пояснили, что система электронной очереди, которую транслируют на экран телевизора, идет через ноутбук. Ноутбук связан с телевизором кабелем HDMI. Потолки в здании цона высотой 8 метров. И поэтому, чтобы не тянуть наверх кабель, они решили поднять сам ноут. Конструкция, говорят, временная, но зато система работает исправно. Оказалось, что цифровые решения «Уральский автоцон» используют не впервые. Вот кадры из того же учреждения. С помощью USB кабеля там модернизировали систему слива для унитаза. Если и вы сняли что-то интересное в своем городе, присылайте видео с описанием в телеграм-чат Айрана. Ну а чтобы узнать больше о нашей команде, заходите на наш сайт – Айран Кейзет. Вы найдете свежие выпуски, познакомитесь с авторами, продюсерами, редакторами. Можете предложить свою тему или посмотреть актуальные вакансии. Вдруг вы тот, кто нам нужен. Не забудьте оставить комментарий под этим видео, лайкнуть и подписаться. У нас на канале есть много интересного.